Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Занятия в Потеряевке были, а теперь мы стараемся озвучить, чтобы легче было слушать. Попросили. Раскаяние. Раскаяние это не покаяние. Смысл раскаяния? Сожаление. Часто бесплодное рыдание от невозможности что-либо поправить. Бог никогда не приносит покаяние. Пример Христа. Христос никогда не каялся, а Магомед каялся. Но написано, что Бог неоднократно раскаивается. Это слово встречается в Библии 22 раза. Может быть это тоже имеет таинственный смысл. И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были воззло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем бытие. Что я человек, чтобы ты гневался на него, и рот растленный, чтобы ты столько горщался им. Третья ездра. Раскаялся, означает не знал, не предвидел, что такое возможно случится. Приняли человека, а он нас обокрал. Христос предупреждает нас от Матфея. Остерегайтесь же людей, ибо они будут... Наши. Отдавать вас судилища в синагогах своих будут бить вас. Заповедь остерегаться людей. Это выражение Бога означает антропоморфизм, очеловечивание Бога, чтобы дам, возможно, легче было понять намерение действия Божии. Если бы Бог не знал, то он уже и не Бог. Господь, когда ты творил Еву, то ты знал, что из этого получится. Знал, как мужчины будут терять голову из-за них, какие трагедии будут, как забудут отца и мать и родину, как Тараси Бульби. И это уже было запрограммировано, что лучше жить с медведицей на углу кровли, чем с женщиной злой в пространном доме. Кто ее берет, тот хватает скорпиона. Ты будешь страшно жалеть, что без совета женился исход. Когда же фараона отпустил народ, Бог не повел его по дороге с земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Иногда Господь многое скрывает от нас, ведет более легким путем, чтобы мы не раскаивались, что стали христианами. Люди бывают настолько неверны, что Бог как бы ошибается в них, делая их своими избранниками. Не тот священник, не тот президент Первого Царства, и более не видался Самуил Саулом до дня смерти своей, но перечалился Самуилу Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Раскаялся Бог. Не покаялся, а раскаялся. Наши ошибки при выборах очень часто как бы запрограммированы. В прошлом году могли избрать Жириновского. Он решает каждую проблему сходу одним махом, то есть так, как делает клоу на сцене. Людям это и нужно. Кто мог подумать, что из пивных баров Мюнхена выйдет к любимой ценации и приведет ее к победе и к позору, и к поражению. Сегодня, когда говоришь с немцами старого поколения, то они говорят, какое счастье, что Гитлер ушел, ведь в него верили не как в фюрера только, но и как в Бога. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил 30 серебряников, первосвященникам и старейшинам. Писание высветит наши поднятые руки. Какие тени маячат на наших стенах? Проголосовали старые люди за Зюганова, те, кто знаком и знают о репрессиях. О горе, безбожные мысли и идеи! И они за пайку пенсии снова продают будущее своих внуков. Какое же ждет и нас наказание за этих стариков, обезумевших от неполучения пенсии? Те, кто желает, чтобы нами руководили преступники, сами делаются такими же преступниками и потому исчезнут в дыме и пламенеющем гневе Божием. Проголосовали за уничтожение нашей нации. Впервые, вне 1917-й же год на дворе, когда еще не могли знать принявшие большевиков, клюнувшие на их обольстительные сатанинские, на первый взгляд, справедливые идеи. Сегодня-то как легко указать на 72 года вакханалии этих фурдалаков. Они все время давали обещания, обмеривая рот своих граждан и совали в них пустую соску. Мы встречались с одним из их активистов. Он показал свою печать секретной их службы и как одержимый вопил больной глоткой. Мы этими демократами засыпали им все траншеи до Колымы. Когда же произошел путь 19 августа 1991 года, тут местный директор Игонин приехал и радостно такой говорил, теперь всем этим демократишкам... Демократишкам, ну... Демократишкам поотворачиваем головы. Сам же по себе человек нормальный, хороший, но идея бесогонства одурманила мозги. Ему и без этой кровавой бани всего хватает, но идея его сатанизм будоражит, разжигает, воспаляет душу и гонит к пропасти. Бог иногда меняет свое слово только из жалости к людям и раскаивается в первоначально принятом решении. Псалом 105. Но Он презирал на скорбь их, когда слышал вопли их, и вспоминал совет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Откровение. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Отчего более всего люди раскаиваются в этой жизни? Первое. Почти 90-60% по статистике от неправильно женитьбы. «Эх, Мария, всю жизнь ты мне испортила, а Мария своему Ивану сразу и вернет. Да разве я такая была, как мать моя покойница, говорила, не ходить за тебя, алкаша и лодыря? Така бы не я, ты бы с голода давно подох. Я ведь стихи писала. А муж приходит на работу, и я спрашиваю его, с чего же тебе такая всегда фуфайка мокрая? Оказывается, она стелит своим детишкам его одежду и не сушит. Ведь если бы муж не был такой суровый, не кричал, не повышал бы на нее голоса, то жена обязательно была бы духовной. Возвышенные мысли не покидали бы ее. Так думают жены, начиная и культивируя эту мысль из райской обители. Последнее время сколько свадеб было у нас, и никто не посоветовался, и не сказали даже друг другу о своих оболячках. Раньше до брака должны были показать другу свои медицинские карточки. Едва угар прошел, помыли посуду, и она уже слегла. Что-то не домогает Настенька. Нашей Кристиночке бы надо полегче чего. Ходячая аптека явилась в новые комнаты. Муж любит жену здоровую, а сестру богатую. И у нас в лагере устав, и родители обязаны о детях, их странностях, болезнях, наклонностях сразу-сразу рассказать сразу же. «Пока мы дойдем через неделю, а за это время он мне половину келья пропарит. Какую клеенку под него подложить? Он любил все рулончики в туалете выбрасывать, пока мы нашли его, и отдельное заведение для него изготовили. Иногда никогда, иной никогда не поест, чтобы ложку не уронить и не обтереть об себя. И когда давали мед, то представь, что он ложку с медом на пол земляной роняет, и об себя вытирает, и еще во рту оближет. Стирать не успевали». Первоездры. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Эти привычки он и во взрослую жизнь уволочит. Теперь такому клиенту кусочек хлеба макаем в мед и кладем прямо в рот, чтобы он не был грязный, как холхозный тракторист. И потом нам легче помогать ему». Первоездры. «Итак, дочерей ваших не выдавайтесь за сыновей их и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами землетой и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки». «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жены из азотянок, аммонитянок и мавитянок, и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски, «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете, все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен, и сыновей Иоиады, сына великого священника Ириашава. Один был зятем Санавалата Харанита. Я прогнал его от себя. Воспомяни, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левицкий. Полный развод по стране и переполнили все загсы разводными делами. Бракоразводный процесс пошел по всей земле. Быть может, нам давно уже пора настало это сделать? Я не наставил на этом. И так у нас много разводов. Нашелся только один человек и взялся в эту драку. И казалось, что по такому вопросу его просто сметут. Поженились на неверующих, другого согласия жена. Бога дети не знают, не поклоняются, и наполовину только язык знают. Не перекреститься, не поклониться, ни постов не соблюдает, ни Евангелие не читает, в храм не ходят, ведут себя безобразно. И живут, и кажется, что все нормально. И князья, и священники как будто в руках Библию не держали. Как в законе написано, что читаете? А на дворе осень, дождь, люди дрожали, и никто не составил заговора против фанатика Ездры. Но нашлось на сей раз, не нашлось на сей раз Ервама. У нас, если наезжает на устав, что мы можем сделать? А он один навел страх на всех, и не было ни одного сопротивляющегося. Посмотри. Сопротивляющегося. Сся. Ты просто полслова глотаешь, и все. Посмотри, какие уже дети у нас. Да ни одного дня тут дело. В дочери музыкальном, хореографическом. Да и на алименты надо денег добыть. И потянулись колонны жен и детишек в другие страны к границам. До этого дня радостная жизнь была. И из этих стран приезжали родственники в Израиль. И вдруг кувшины на плечах, разводные письма, заверить, алименты на 10 лет или до совершеннолетия детей. Что подумали крестные народы, сваты, родственники, недоумение, гнев. А это был уже государственный конфликт и экономическое ослабление финансовой мощи Израиля. Переживем. Но обновилась кровь в жилах переселенцев. Отпущенные у себя дома выйдут замуж. Но к израильским мужчинам будет долгое еще недоверие в соседних государствах. Повенчайтесь все. И взяли по своей вере евреек. Кто бы бросил тирании фанатика Ездры, его ярмо, невыносимых требований? Какой голос был у Ездры или какой двор, если более миллиона могло вместиться на нем? Удивительное то, что и жены согласились. И что не менее удивительно, так это то, что сохранилась эта книга, где вовсе нет в лесных словах отзывается автор о священниках и князьях. И их имена перечислены, как похотливые главы племен ввели и других в это беззаконие. У меня 67 томов переписки переплетены. И там все письма. И кто-то, когда находит свое письмо, и там его не хвалят, то просит вырвать, уничтожить. В истории было такое. Иеремия царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца. И читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших под лицаря. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их писцовым ножичком и бросал на огонь жаровни. До колени уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Уничтожали не только пророков, но и пророческие книги. Или так, я на занятия больше не пойду, ты там про меня прошлый раз наговорил. Или более того, и в храм не хотят идти, если их задели. В храме никогда имена не называются, а ты наоборот, иди. В прошлый раз меня сшибли какую-то шишку, а ныне, может быть, еще тебе что-то поможет. На работе был рабочий, который говорил, хоть бы кто убил моего сына, три сына вырастил, сам неверующий, два погибли по пьянке, и один теперь за всех добивает отца. Второе. В детях раскаяние постигает нас. Японские обычаи есть. Когда приходит гость, и что бы он ни говорил, хозяин хотя бы и не согласен был, он промолчит. Не принято ограничать гостя, не согласен. Если... Несогласием. Несогласием. Если сильно не согласен, низко опустит голову. Грубый наш человек и не заметит этого. Мария Кюрис-Складовская, когда у нее учились китайские студенты, только по глазам их могла догадаться, что они с ней не согласны были. А у нас среди речи может закричать в храме даже. В храме же воздержись, промолчи. При всем народе женщина позорит мужчину. Невиданная, неслыханная вещь на юге. И когда же заговорит гость о детях хозяина и будет их хвалить, то тогда принято не соглашаться и говорить напротив того. Премудрость. Она, премудрость, же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его. Неукоризненный перед Богом и сохранила мужественным жалости к сыну. Когда будут хвалить твоих детей, ты не соглашайся, иначе будешь потворником детей. Сирахов. Поблажающий сын будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет привожиться сердце его. Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, а ребро его доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Иначе они тебе будут сокрушать ребра. Ты теряешь силу каждый день, а ребенок все более набирает силу. Рога все выше. Постигшее разочарование в детях вызывает раскаяние, и оно бывает самое ужасное. Наша мать приехала к старшему своему сыну в Москву, и вскоре вернулась домой и рассказала. От отца вынесла и матерки, и побои, а от сына не смогла и слова одного вынести. У меня на пленке есть история о том, как убит сын был, который при жизни подносил мать. У меня тут живет племянник, и я ему сделал замечание, о его поведении уже молчать нельзя было, и он в ответ, а я тебя спалю. Это для чеченца, дагестанца, примерь. Ничего нет на земле селее женщине, но еще страшнее, когда ее муж подчиняется ей и, обладая силой, истощают злобу и изовели. Кентавр, змеи и льва. Три. Не худший вариант, если ты еще попросил прощения, но бывает сразу же замкнулся в свою скорлупку, охваченный гневом, таишься, думаешь бежать. Сначала наговорю, потом на занятия не буду ходить, потом сбегу. Не удаляйся, стремись на всякое совещание. Не скажешь, один раз пожалеешь, а скажешь, сто раз пожалеешь. Устно, письменно, запись на магнитофон и другое. Бывают специальности раскаяния. Геолог, историк, преподаватель музыки. Везде, в любой области есть возможность совершенствоваться. Павлов, Лоренц, Фрош, Фетт, Мария Кюрис-Кладовская. Раскаивайся, что ничего не сделал, не совершенствовался. Совершенствуешься во всем, с чем соприкасаешься. Где, на каких землях живешь? У оврага, у горы. Расскажу о саже. Умный человек сделал из нее алмаз. Это удивительно даже. Из самого негодного, самое большое достояние можно сделать. Под особым давлением при высокой температуре. Из чего резину делают? Наполовину из сажи. Навоз. Что можно из навоза сделать? Навоз это деньги. В Германии из картошки смывают землю и это продают. И нам бы лучше начисника родилась. А нам лучше бы начисника родилась. А если бы наш навоз продавать в брикетиках или наше болото обиходить, из него добыть сапропель и продавать за границу. За золото вы купили у нас. Мы живем на золоте, только не можем или не хотим его достать. Если его на поля вывести, может, раза в четыре урожая можно было бы повысить. Но мы без него обойдемся. Свинофермы. До 20 тысяч свиноматок и один человек держит хозяин. Стерильная чистота. И все исследуют и исследуют свиней. На 18-й день не на 19-й вырывают у них клыки. Сколько месяцев растить их? Только 4 месяца, ибо дальше рост замедляется. Как с птицей обходиться? Птица растет в 3 и даже в 6 раз быстрее нашего. Они знают, в какой день ее забить, куда деть, ножки, что из них сделать, из их кожицы. Присмотрись к тому, что держишь в своем хозяйстве и не сожалеешь, что здесь живешь. Ты живешь с великим богатством. Переезды. Некоторые уже пожалели. Ах, продал квартиру, остался я ни с чем исход. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге с земли Ферестимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Коалумб, открытие Америки. Такие люди, чтобы смирить ропот людей, чтобы не жили ностальгией по возврату домой, сжигали корабли и не было отхода назад. Начинали жить, жениться, и жизнь налаживалась. Начинай работать, и ты увидишь, что делать. Крапивы у нас много, коси ее, из нее делают мешки, продавай их. Вот конопля растет, из нее что у нас делает? Паклю. У нас дисковой бараной поломали ее. А один тюк уже 500 тысяч стоит. А мы сразу закопали, может быть, миллионов на 20. Килограмм уже стоит 300 рублей. У нас ее тут растет столько, выше роста человеческого. Берешь в руки, можно удилище делать. Раньше ее в огородах садили, дергали, отдельно пасконь из зернышек масла, помакуху делали, вязанками стебель мочили, мяли, трепали, веревки делали. Чудо какие крепкие. Веревки продавали, ткали материю и сами холстину носили. Мы обращаем на коноплю внимание, чтобы убрать, чтобы не сгореть от нее осенью, когда сухие боделья стоят. Раскаяние о покупках. Дешево, дорого, не то качество. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится прище. В чем мы раскаиваемся еще? Нужно услышать то, что уже есть у нас в еде. Зря поел вечером, в животе давит. На животе слон стоит до утра, молочно много сидел и подобное. Римлянам, ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. В строительстве, в избрании власти, как многие раскаялись уже в 1917 году, какую власть избрали? В религии, в вере, белое братство, черная сотня, красная гвардия, желтая пресса, зеленый гринпис, коричневая чума. Все многоцветие и люди находятся последователем любого учения, что там находят при жизни. Но когда приходят к концу, то ничего, кроме раскаяния, не остается. Когда будет перевернута последняя страница истории, тогда в ином свете будет все представлено. Истинный смысл бытия проявится, для чего каждому была дана жизнь и что взяли от нее на страшном суде. Советую прочитать рассказ Жанна Поля Рихтера в полном собрании Белинского «Раскаяние старца». В конце жизни старец увидел, что все в его жизни было не так, ибо искал временного, а не вечного. Привел себя в кротовую нору порока. 25 августа 1996 года. Вот у тебя даже цифра есть такая. Слава Богу. Слава Богу.